Всем привет! И в этом видео я расскажу вам, как запускать JavaScript код в браузере и Node.js. Начнем. Первый способ. Открываем с вами браузер, в данном случае Google Chrome. В принципе, в других браузерах вы сможете открыть консоль примерно точно так же, как сейчас и я буду открывать ее. Нажимаем по пустому месту «Посмотреть код». Смотрите, справа у вас появляется консоль разработчика. Обратите внимание, что так же консоль разработчика может располагаться как внизу, так и слева. И вообще может быть отдельно даже, отдельно может быть открыто. Вот, ну мы сейчас поставим, как по умолчанию, она будет располагаться справа. Дальше вы находите вот здесь вкладочки и кликаете на вкладочку «Консоль». Прекрасно, у вас появилась консоль. Смотрите, теперь давайте мы запишем какой-нибудь код сюда. Допустим, зададим переменную «x», которая будет равна 3000. И дальше мы ее с вами, соответственно, выведем в консоль. Нажимаем Enter и запускаем наш код. Все, собственно, переменная «x», а конкретно мы задали ей значение 3000, вывелась в консоль. Смотрите, если вы вот печатали код вашей консоли и вам нужно очистить данные, да, вы можете сделать с помощью вот этой кнопочки «очистить консоль». Или, видите, тут горят быстрые клавиши «Ctrl-L». Ну давайте очистим консоль. Вот, закроем теперь консоль. И я вам покажу еще второй способ, как можно открыть консоль в браузере. Вам нужно зажать кнопки «Ctrl», «Shift» и «J». Все отлично, видите, так немножко быстрее консоль открылась, и вы можете начинать работу. Ну и перейдем с вами ко второму способу. Теперь мы запустим с вами JavaScript код с помощью программы Node.js. Ну, сперва, чтобы запустить эту программу, нам надо ее установить. Точно так же открываем наш браузер. «Google Chrome» и пишем «Node.js». Отлично, у нас выскакивает официальный сайт данной программы, нажимаем на него. И вам предлагается установить, да, скачать две версии. Рекомендованную, как наиболее стабильную, и последнюю версию. Я предлагаю вам скачать последнюю версию. Программа скачалась. Программа скачалась. Теперь давайте установим ее. «Next». Собственно, все параметры устанавливаем по умолчанию. Разрешаем. Отлично, наша программа установилась. Закрываем браузер, он нам больше не нужен. Смотрите, я создал такую папочку «Евгений». Вот, и здесь я создал файлик «main.js». Откроем с помощью обычного блокнота. У нас здесь не установлен Notepad++. И здесь у нас написан с вами тот же самый код в этом JavaScript файле. Да, мы задали переменную x3000 и вывели ее в консоль. Теперь нам надо запустить этот JavaScript код. Что мы делаем? Мы нажимаем «Shift» и правой кнопкой по пустому месту открываем контекстное меню. Дальше мы нажимаем «Открыть окно PowerShell здесь». И к нам выскакивает консолечка. Значит, здесь в первую очередь мы с вами должны прописать CMD. А затем у нас теперь программа Node.js установлена. И мы с вами пишем здесь команду «Node». И дальше мы пишем имя файла. В нашем случае это main.js. И, как видите, все сработало. Мы выводили в консоль переменную x, которая равна 3000. И в консоль вывелось наше значение. Ну что, друзья, оставайтесь с нами. В других роликах мы будем записывать разную полезную информацию. В том числе и запишем, как запускать код на языке C Sharp. До встречи. Будем тебя ждать снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok